здравствуйте уважаемые друзья добрый день и мы продолжаем наш цикл сообщений потому что они достаточно короткие и немножечко в такой нетрадиционной манере посвященных доказательной медицины но главное чтобы вам это все было понятно потому что термин тяжелый не только термин но и все остальные понятия которые здесь мы обсуждаем не только термины но и суть этих терминов в ряде случаев написаны таким канцелярским языком что если их не перефразировать не пересказать своим человеческим то на самом деле это будет иметь очень низкую практическую значимость ну конечно просто большинству непонятно о чем идет я на самом деле прозрачность то есть понятность того что делается это один из принципов доказательной медицины и мы постараемся чтобы для вас все было прозрачно надежда я вас попрошу тогда чтобы мы все-таки какой-то мостик перебросили и прошлые наши эпизоды общений вы более расширенно и детально касались исторической справки если можно сделаете режиме сейчас чтобы мы потом приступили уже непосредственно к содержанию вопросов которые сегодня консировали да ну действительно первое доказательное исследование было сделано в 1747 году и провел его военный врач джеймс линд и в нем он соблюл все все принципы проведения рандомизированного исследования и поэтому очень легко на этом примере рассказывать все эти моменты не называя пока еще это доказательная медицина конечно а исследуя причину почему люди заболевают при длительном плавании путешествие дальше практически такое же исследование но только уже находясь в лагере для заключенных повторил арчибальд кохрейн который тоже сравнил две группы людей находившихся в одинаковых условиях группы похожие между собой одной группе он давал дрожжевые добавки содержащие витамин b12 а другой витамин c и тоже сделал соответствующие результаты по этому исследованию но главное что сделал арчибальд кохрейн он уже после войны создал целую систему сначала библиотек где скапливались все научные исследования потом он стал проводить на базе этих исследований мета анализы систематические обзоры все это знание накапливалось и в итоге начав с одного центра в оксфорде все это распространилось по всему миру и сейчас без вот этого понятия которое было введено в 1990-е годы в университете макмастер это канада вы видите все распространилось уже по всему свету мы бы вот этого слова доказательной медицины мы бы его наверное не знали а сейчас его знают все и главное что на этих правилах доказательной медицины сейчас базируется сама медицина во очень многих странах и наша страна не является исключением ну что тогда давайте вот теперь перейдем уже непосредственно к объяснению терминов и так доказательная медицина доказательная медицина мы постараемся каждый фрагмент из тех либо иных определений подчеркивать и интерпретировать и так доказательная медицина добросовестная полная и разумная использование текущих доказательств обратите внимание речь идет о том чтобы увидев результаты которые представлены виде доказательств имели во первых актуальность временную это сейчас полученные результаты это текущие доказательства это не доказательства которые были сделаны много веков либо десятилетий назад а современные данные и их интерпретация должна быть добросовестная как за так и против мы должны анализировать полная как позитив так и негатив мы должны знать и самое главное разумное они должны использоваться разумно что это значит не шаблонно всем подряд то что называется в ста процентах случаев а тогда когда принимаются решения по выбору оказание медицинской любой профилактика диагностика лечение в того чему посвящены были эти результаты исследовать так ведь но и индивидуальным пациентом для каждого конкретного пациента это самое важное то есть это не просто доказательная медицина вот обо всем и ни о чем да а это конкретное решение по отношению конкретному пациенту используя мировой опыт причем мировой опыт текущих доказательств текущих то есть современные доказательства потому что если мы не будем обновлять эти данные то все эти рекомендации потеряют свою актуальность они устареют а настолько быстро идет прогресс научный что мы понимаем даже в период одного врачебного скажем так эпизода функционирования мы с вами сколько раз уже пересматривали свои установки но кстати в кардиологии я могу привести очень много примеров где появляются новые группы где вот это последняя революционная группа глифлозинов при лечении сердечной недостаточности разные классификации в общем как правило европейское общество кардиологов один раз в четыре года пересматривает все рекомендации и это касается абсолютно всех рекомендаций по всем дисциплинам и по всем странам и если это не будет сделано то это нанесет непоправимый ущерб для пациентов безусловно потому что же нельзя же лечить данными столетней давности хорошо спасибо таким образом мы с вами только что обсудили основы этого термина и все ключевые понятия стали для нас более более приемлемыми да тогда на чем же основана доказательная медицина на доказательствах андрей леонидович доказать с доказательной медициной разобрались а чем доказательная медицина отличается от практической медицины очень правильный вопрос и в ряде случаев имеется попытка их противопоставить это у вас книжках написано а в жизни все совсем по-другому ну да такой нередко это бывает подумаешь там ваши эти результаты клинических исследований а я знаю что совсем по-другому у меня на практике все это вот для того чтобы это понять мы не зря с вами только что подчеркнули что в каждом конкретном случае наши знания о доказательной медицине должны быть направлены на конкретного индивидуального пациента и вот в этом как раз и имеется некоторое недопонимание и так базис действительно научные доказательства но если мы не будем учитывать мнение врачей поскольку многие из них начинают применять эти доказанные методы профилактики лечения диагностики реабилитации и не сопоставим с индивидуальными особенностями пациента получают отсутствие результата некоторые из них начиная применять эти методы не учитывая другие очень важные моменты субъективные моменты мнение семьи мнение самого пациента его ну скажем так стереотипные формы поведения религиозной установки общественные в разных странах ведь социальные условия разные культура социальная разная и это все тоже влияет на практику я бы даже сказала вот про исследование линга которое вот очень простое но даже выбирая методы воздействия он выбирал из того да вот там купорос лимонное что есть что есть совершенно верно из того чтобы того что есть поэтому конечно наша цель чтобы все современные текущие актуальные доказанные методы профилактики диагностики лечения внедрялись но если это сталкивается с очень жестким прессингом со стороны общества со стороны семьи со стороны самого пациента мы понимаем что мы не достигнем ожидаемого результата это важно очень очень важно всегда учитывать и тем не менее надежда тем не менее все таки давайте сфокусируем сейчас в начале на тех основных источниках которые являются основой для принятия решения что это научное доказательство до научные доказательства как они получаются да откуда да куда они происходят в первую очередь мы должны вспомнить что результаты получаются при правильно спланированном клиническом исследовании клиническом испытании их нередко называют сокращенно р к и рандомизированные клинические испытания и так одним из источников научных доказательств являются результаты проведенных правильно спланированных и правильно по всем канонам реализованных рандомизированных контролируемых испытаний вот врач он раньше до введения всех этих понятий принимал решение как вот я сам назначил сам получил какой-то результат вот мой опыт говорит о том что вот это хорошо да но мой личный опыт да да ничего из этого из личного опыта нельзя отнести к рандомизированным контролируемые испытания это все личный опыт и ошибка вот в этом опыте да то есть она может быть чрезвычайно большой но может быть его действия совпали с теми же эффектами которые получатся при клиническом испытании и тогда он скажет а зачем огород городить было я и так знал что это но его личный опыт субъективен и просто в силу случайности ему повезло и он получил позитивный результат при лечении пациента методом который был доказан на основании рандомизировано контролированное исследование но у нас же в рекомендациях осталось буква c до личное суждение это тоже очень важно конечно да именно это и будет учитываться при практическом помните мы только что говорили попытка противопоставить клинические исследования на основе доказательной медицины и практика и практика да потому что не только научные доказательства но и клиническое осмысление обсуждения врачей в врачебном сообществе и еще мнение пациента его семьи и социума в целом это очень важный момент и так и одним из источников научных доказательств являются результаты рандомизированных контролируемых испытаний рандомизированных значит статистически независимо от человека распределенные группы пациентов случайным образом андрей леонидович не надо об этом нет я если можно вот будем говорить об этом понятно было рандомизация распределение но не распределение по списку иванов налево абдурахманов на право а с методом случайной выборки цифр за счет компьютера и контролируемый есть не только группа которая будет что-то испытывать метод профилактики метод диагностики лечение но и та группа которая станет контрольной в ней это не применялось причем двойное слепое значит что такое и открытое значит что не я как врач исследователь не вы как пациент никто не знает что в какую группу кто попадет совершенно верно чтобы исключить да я просто потому что мы еще подробно об этом поговорим конечно ну и вторым источником на ежедневно что является вторым источником для научных доказательств систематические обзоры но это практически вот в моем восприятии это следующая ступенька когда уже на базе проведенных рандомизированных клинических исследований на одну тему опубликованные материалы известные результаты и группа экспертов собирается и оценивает об одном и том же одними методами проведенные исследования да но только разными авторами разными авторами и тут вот опять второй принцип да равноправия что нет нигде вот я главное чтобы клиническое исследование проходило критерии отбора чтобы это были похожие группы похожие условия соответственно похожие препараты да то есть вот это конечные точки одинаковые методы оценки что были одинаковые вот все должно быть в виде сопоставления там к там где одинаковые все условия эти одинаковые и тогда можно разные публикации посвященные этому вопросу выполненные разными авторами объединить систематизировать для того чтобы сказать это тоже источник для того чтобы назвать это научным доказательством и так два источника научных доказательств это само контролируемое исследование а также набор таких исследований на эту же тему которая подверглась правильному обзору систематическому обзору ну и наконец вот теперь мы понимаем что если имеются научные доказательства и это сопровождается клиническим суждением оценкой индивидуальных предпочтений пациента семьи общества ну кстати это тоже достаточно просто вот предпочтение пациента это же не значит вот просто его хотелки или не хотелки а если его религия не позволяет использовать такой метод лечения который предложен врачом все на этом на этому все 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 заканчивается но так в этом то и основано в этом то и основа всего что мы индивидуально подходим в каждом конкретном случае а для этого пациент должен что знать что он включен в процесс принятия решения и для этого ваша любимая тема вот пожалуйста давайте теперь об этом и будем говорить да пятиступенчатый процесс то есть это процесс принятия решения по проведению того или другого метода лечения уже в практику да опять объединили все практической и доказательную медицину все объединили и так пять основных шагов причем наверное стоит подчеркнуть что их описал именно тот коллектив авторов под руководством доктора Дэвида Саккета который впервые как раз и начал поднимать на современном уровне эту проблему и в девяносто шестом году опубликовали уже большую статью с основными положениями по доказательной медицине ну и собственно первый пункт первая ступенька это задать сам вопрос то есть медицинский работник должен правильно задать вопрос вот в данном случае снижает ли аспирин риск смерти после сердечного приступа да то есть вопрос должен быть конкретный с конкретным получением ответа вот здесь очень конкретен вопрос если этому пациенту который перенес сердечный приступ я назначу ацетилсалициловую кислоту это приведет к снижению риска смерти после этого приступа или нет итак первый шаг первый этап это правильно сформулировать вопрос для получения конкретного ответа задать вопрос вопрос задали шаг 2 находим необходимую информацию дальше вспоминаем можно вы сегодня только об этом говорили ведь не зря в начале был задан вопрос почему они болеют в момент морских путешествий правильно а дальше что он сделал он начал искать литературу по этому поводу совершенно верно он стал искать литературу по этому вопросу и интересно что на современном этапе искать литературу может не только врач но и пациент да и мы тоже уже об этом упоминали что вот это о сложном простым языком это то чем занимается кохрейновское общество переводя все систематические обзоры у каждого систематического обзора есть такая написанная простым языком то есть крапкий анонс написан простым языком для пациентов то есть для того чтобы понять что там написано не надо иметь медицинского образования но было бы очень хорошо чтобы сам процесс ознакомления с этим материалом у пациента вызывал бы желание обсудить его с врачом потому что самостоятельное изучение это здорово но нам потом нужно совместно решать вопрос я думаю что это как раз но ни в коем случае не делается для того чтобы пациент сам назначил себе лечение это просто я боюсь я очень боюсь чтобы это не привело информирование пациента об этом чтобы не привело к попытке заменить себя на место леча врача поставить поэтому очень важно чтобы пациент понимал что эти знания мне нужны для того чтобы я обсудил вопросы ну например вот из того то что у меня вот на тоже вебинарах было такие вопросы вот что лучше назначение лекарственных препаратов или криоаблация вот сейчас как раз результаты исследования которые сравнивают одно с другим соответственно врач будет обсуждать с пациентом что какую лучше ему сделать лекарственную терапию или криоаблацию да вот если сам пациент прочитает результаты этого исследования поймет что криоаблация ну как бы дает лучшие результаты чем медикаментозная терапия ему будет проще принять решение потому что решиться на операцию всегда сложнее чем просто пить таблетки но это опять таки индивидуально а кто-то скажет я эти таблетки пить не буду давайте оперируйте меня не дожидаясь перитонита как в том фильме но это мнение поэтому поэтому очень важно вот ваш конкретный пример имеется нарушение ритма сердца и проводимости с аномальными проводящими путями они выявлены проведена электрофизиологическое обследование вот есть такой-то способ лечения либо криоаблация либо медикаментозная терапия пациент прочитав это простым языком поняв что-то должен обязательно все-таки обсуждать с доктором чтобы он не приходил и не говорил доктору мне нужно то-то потому что вот эта категоричность здесь может привести к неблагоприятному результату безусловно но если у него будет больше информации он может быть у него больше шансов принять правильное решение итак задали вопрос нашли литературу информацию по этому вопросу причем как врач так и пациент может третье это информация применение конкретному пациенту да то есть уже нашли совершенно верно вот вот очень важный момент очень важный момент что мы должны эту информацию привязать конкретному пациенту непосредственно конкретному пациенту с учетом его преворбидного фона сопутствующих заболеваний и опять-таки его эмоционального фона ну предпочтений в конце концов обстоятельств в которых он находится то есть тут очень много моментов которые мы должны с вами обсуждать знаете такой пример пациентка ей нужно сделать небольшое хирургическое вмешательство после тяжелого перенесенного ковида врач подходит и говорит ну давайте быстренько общий наркоз и сделаем эту операцию вот пациентка говорит нет только под местной анестезией поскольку я уже столько наркозов за время ковида и всего остального испытала да нет дальше дальше еще веселее было значит врач говорит почему ну почему это же так просто там все это делать она говорит вы знаете если мне сейчас дадут наркоз я думаю что я умру врач говорит все я все поняла делаем под местной вот все правильно вот оно именно здесь мы переходим к четвертому очень важному этапу четвертая ступенька что происходит обсуждение с пациентом вот эти все данные обсуждаются с пациентом правильно да вот я как раз да 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 вот очень важно обсудить не просто перейти у вас есть вопросы вопросов нет важно обсудить у пациента может быть нет вопросов но доктор должен сказать есть такие то варианты вот такой 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 каждый из них имеет свои положительные но могут быть и негативные явления да согласны не согласны и тоже их обсудить почему надежда почему так важно обсуждать уверенность пациента в том что его лечат правильно это практически 80 процентов успеха если пациент почувствует от доктора что врач принимает решение вместе с пациентом это совместное а не гнет не давление то вероятнее всего эмоционально то чем вы сказали эмоционально для пациента это будет более воспринято более благоприятно мы же сейчас говорим вот о части медицины вопрос на самом деле вышел за рамки чисто доказательной то есть материального вот потому что мы взаимодействуем с пациентом не только конкретными назначениями или операциями у нас еще есть эмоциональное воздействие с пациентом в конце концов есть еще духовное воздействие мы не будем брать сейчас эту сферу вот но даже если чисто эмоционально и если пациент не верит в лечение не верит данному пациенту мы не добьемся успеха мы с вами какую задачу ставим чтобы доказательная медицина была внедрена в практическую деятельность то о чем мы сказали не надо их противопоставлять я знаю эти факты а мне теперь важно чтобы пациент узнав эти факты вместе со мной принял правильное решение для чего для того чтобы это это принятое решение давало максимальный эффект и минимальные риски развития неблагоприятных или побочных эффектов то есть мы должны оценить оценить результаты для того чтобы уже в следующий раз с каким-то другим пациентом уже использовать собственный опыт накопленный на базе доказательной медицины но опять приблизив все эти знания накопленный собственный опыт к особенностям этого пациента вот это очень важно и это делает вот эту на самом деле некую обезличенность когда мы говорим о больших рандомизированных исследований она ее делает персонализированной совершенно верно ну вот надежда линейна очень важные моменты мы с вами сейчас обсудили мы напомнили нашим коллегам что входит в понятие в сам термин доказательная медицина какое наполнение источники рандомизированные контролируемые исследования систематический обзор и каким образом доказательная база может быть внедрена в практику для этого есть у нас вот эти пять шагов пять ступеней пять ступеней вопрос литература обсуждение принятие решения и полученный результат с оценкой того что мы получили андрей леонич я предлагаю в следующий раз чтобы не затягивать время нашего общения проработать практические примеры связанные с внедрением этого пяти ступенчатого метода в практическую практику врача договорились здравствуйте доктора добрый день и мы продолжаем наш разговор о доказательной медицине в прошлый раз мы говорили о пяти ступенчатом процессе и сегодня хотели обсудить конкретные примеры андрей леонидович ну давайте кратенько повторим для тех кто может быть отсутствовал что такое пяти ступенчатый процесс в чем состоят эти пять шагов принятия решений по внедрению доказательной медицины в практику конкретного врача и конкретного пациента первое правильно сформулировать и задать конкретный вопрос по конкретному пациенту мы примеры приводили я думаю не будем вопрос сформулирован для того чтобы получить ответ на этот вопрос как мы тогда говорили снижает ли прием ацетилсалициловой кислоты риск летального исхода после сердечного приступа правильно для того чтобы получить ответ на этот вопрос мы ищем в литературе в современной информацию получаем но параллельно с этим пациент сам может услышать от кого-то либо даже доктор сказал посмотрите поскольку на доступной базе Кохрейна есть информация для пациентов на эту же тему я вот как раз хотела отметить что базы Кохрейна ей надо чаще пользоваться там представлено очень большое количество информации как для пациентов так и для врачей или наоборот всё как для врачей так и для пациентов так и для пациентов да поэтому на втором этапе второй шагом является поиск этой информации Эту информацию нашли, и на третьем этапе, третий шаг, мы уже непосредственно применяем эту информацию к конкретному пациенту. Не вообще к какому-то, а к конкретному пациенту. Если мы делаем возможным найти вот эти ключики, ага, информация получена, она такая, и при таких случаях, как у пациента, уже были получены доказательства, то тогда мы обсуждаем вместе с пациентом плюсы и минусы. Четвертый шаг, четвертая ступень как раз посвящена этому обсуждению для принятия решения совместного. Чтобы это решение полностью ложилось на философию пациента, соответствовало его взглядам, соответствовало его знаниям, и вот это решение действительно должно быть общим, иначе трудно. Помните, что оказывается на Западе, если пациент не доверяет врачу, то врач может отказаться от введения этого пациента. Да, поскольку это очень важный компонент доверия. Доверие профессиональное, либо доверие человеческое. Совершенно верно. То есть здесь это как раз вот по месту. Ну и пятое, когда лечение уже прошло, мы безусловно должны оценивать результаты, потому что любые наши действия, они требуют оценки для того, чтобы опыт был учтен уже в чем-то следующем. И вот все это вместе взятое, вот эти пять ступенек, эти пять шагов направлены на то, чтобы современные данные, которые соответствуют уровню доказательной медицины, внедрялись в повседневную клиническую практику. И основная цель внедрения – повысить эффективность и снизить риски развития побочных и неблагоприятных явлений, которые могут быть при оказании медицинской помощи. И причем это относится ко всему, да, и к профилактику, и к диагностике, и к инструментальным методам. Ко всему, и к лечению, и к реабилитации, ко всему объему медицинской помощи. Да, да, лекарствам, и к лечебным, и к лечебным, совершенно верно, диагностической, да. Надежда, если позволите, вот давайте, чтобы мы теперь уже, как и обещали на конкретных примерах, могли бы это оценить. Вот, смотрите, семилетний ребенок страдает от частых инфекций респираторного тракта, от ангины. Его мать советует удалить миндалины. То есть, по сути, это бабушка, которая советует своему внуку удалить небные миндалины. Почему? Потому что она рассказывает в своей семье, что у ее соседки был такой же ребенок, ему удалили небные миндалины, и он перестал пропускать школу, перестал болеть, стал лучше кушать, вырос. И об этом же бабушка читала еще и в журнале, в популярном, правда, не в медицинском журнале. И самое интересное, что тот случай, о котором бабушка говорит, что был описан в журнале, был посвящен знаменитости, которая выросла, уже перестала болеть, потому что гланды удалили, и не просто не болела, но еще и стала знаменитостью, великим ученым. Вот давайте с позиции теперь доказательной медицины оценим этот совет бабушке. Как вы считаете? Ну, я вспоминаю фразу Спиранского о том, что не слушайте бабушек, надо воспитывать родителей, бабушке это уже утеряно все. Тем не менее, как избежать здесь конфликта семейного? Я должна прислушиваться к мнению моей мамы, да, думает мать ребенка этого, с одной стороны. Но полагаться на этот совет нельзя. Почему? Потому что на самом деле, оказывается, с позиции доказательной медицины, все случаи, которые были представлены выше, и ребенок соседки, и та знаменитость, которой удаляли неодненные миндалины. Это единичные случаи. Они не подвергались рандомизации, контролю и оценке полученных результатов. И может быть, может быть, если мы оценим теперь продолжительный период наблюдения или массив таких исследований, мы не получим таких результатов. Значит, что нужно? Мы задали вопрос, мы должны найти результаты, дальше мы должны изучить конкретно к этому семилетнему ребенку, сопоставить с тем, что изучила мама. Следующий этап – обсудить с ней, будем удалять или не будем удалять, и в зависимости от принятого решения потом посмотреть на полученный результат. Поэтому мы можем четко сказать, что это просто история одного-двух детей, но это не факты, подтверждающие доказательную медицину. Не показания для того, чтобы использовать этот метод конкретно для дальнейших. Совершенно верно. Совершенно верно. Значит, в этом отношении даже публикация не является надежным источником. Это популярный журнал, а не специальный, не профессиональный. И это не результаты исследования. Ну, например, другой вариант, Надежда. Ну, я думаю, что теперь вы, ваш любимый вариант, который вы для педиатров всегда задаете эти вопросы. Ну, на самом деле, да, когда росли мои дети, то книжка доктора Бенджамина Спока была просто сверхпопулярна. Вот, но, честно вам скажу, уже тогда я его подвергала критике, потому что у него у самого было двое детей. Вот, и если один вырос вроде как его, таким, ну, в одном стиле с папой, то другой, наоборот, вырос антиподом. И я подумала, что если человек не смог вырастить собственных детей, я не знаю, право давать. Ну, для примера, один из примеров, который бы мы смогли сейчас вместе с коллегами разобрать с позиции, почему не могут быть. Ну, вот он в своей книге давал рекомендацию, что лучше спать на животе лицом вниз, чем на спине. При этом описание было такое, что у ребёнка, который спит на спине, есть два недостатка. Если его рвёт, у него больше шансов подавиться рвотой. Также он склонен держать голову, повернутую в ту же сторону. Это может сгладить, ну... Асимметрию, деформировать голову, да. Голову, с одной стороны. Ну, бог с ним, с деформацией. Взрослый человек, пока ещё волосы, как у вашего покорного слуги, не выпадают, скроют этот дефект. А вот проблема, связанная с тем, что если его стошнит, то он может аспирировать. Увы, увы, доктора, подлежат пересмотру. Обратите внимание, что произошло. Очень многие стали следовать этому примеру, родители. Стали выкладывать детей на живот во время сна. И статистически в этот момент, в тех странах, где эта рекомендация была очень широко распространена, обратили внимание на увеличение частоты синдрома внезапной смерти. Так называемая смерть в кроватке. Дети погибали от асфиксии. И оказалось, что именно это, именно это привело к развитию синдрома внезапной смерти у детей. Это мнение эксперта, которое не было подтверждено рандомизированными, контролируемыми исследованиями. Вот чтобы этого не было, чтобы этого не было, необходимо любую рекомендацию, которую эксперт даёт, И вот мы с вами сразу же проверяли на предмет, это мнение автора или это результат доказательной медицины. Это очень важно. Это принципиально важно. Современные медицинские рекомендации должны основываться на доказательствах, а не на субъективном мнении даже очень авторитетного эксперта. Мы все можем ошибаться. Очень серьёзно можем ошибаться. Поэтому, пожалуйста, берите на вооружение ту информацию, которую сейчас мы с вами обсуждаем. И при своём решении в выборе диагностики, лечения, профилактики, основывайтесь только на доказательных фактах. Я даже помню, как выглядела эта книга. Да. Очень интересно, что наличие большого количества медицинских журналов, огромное количество медицинских специальностей, смежные профессии в медицине и, ну я даже не подберу правильного выражения, стремительный, бурный всплеск результатов научных данных, во многом сейчас чуть ли не ежедневно вносит сумятицу в головах врачей. С одной стороны, мы видим прогресс, но с другой стороны, мы не успеваем за этим прогрессом. Вот посмотрите, очень интересное исследование было проведено. Для того, чтобы врач был действительно подкован на современном уровне, он должен, посмотрите, сколько в день читать. Реально это? Да нет, конечно. Нереально. Потому что помимо профессиональной деятельности, есть семейные обязательства, есть какие-то интересы. Мы просто не успеваем следить за этим. Что делать? А вот что делать. Вот что делать. То, что вы и рекомендуете нам. Обращать внимание на систематические обзоры, где коротко, жестко, конкретно указывается исследование по такому-то вопросу, результат этого исследования такой-то. То есть систематический обзор дает сразу же нам резюме. Ну, кстати, клинические рекомендации тоже этот пункт выстраивают, потому что для тех, кто совсем не хочет читать, вот, пожалуйста, сухая выжимка клинических рекомендаций. Но все-таки хотелось, чтобы врачи еще задавали о себе вопрос, а почему? Ну, это уже глубже. Но если очень высокий уровень нагрузки у доктора, он просто физически не сможет все это знать, понимать. А для того, чтобы клинические рекомендации внедрять на практику, опять-таки, нужны знания о доказательной медицине. Уровень достоверности доказательств, уровень убедительности рекомендаций. Это, опять-таки, разные шкалы, разные цифры. Не знаю, будем сегодня это обсуждать или нет. Сегодня, наверное, мы не успеем это обсудить. Но это очень важно, что информационная перегрузка может привести к неблуприятному, неожидаемому результату, наоборот, негативному результату, если мы не порекомендуем обращать внимание на те тезисы, онлайн-редактируемые в системе Кахрейн-библиотеки в электронной среде. Ну и еще у нас есть определенные моменты, узкие места, на которые хотелось бы обратить внимание. Как вы считаете, Надежда Ленина, проводится огромное количество клинических испытаний? Да. Знаем ли мы результаты всех этих испытаний? Ну нет, конечно. Способы проведения этих испытаний разнятся. Тут, знаете, какой для нас скрыт немаловажный фактор, который мы должны обязательно с коллегами сейчас обсудить? Примерно половина всех исследований, которые завершены, не публикуются. Почему? А вот давайте подумаем. Первое. Результаты не те. Те исследовательские группы, которые очень тщательно подходят к конечному результату, берут время на то, чтобы дополнительно провести такие же исследования в других центрах, но с теми же задачами, по тому же протоколу. Сопоставить, если будет повторное подтверждение, только после этого. То есть это настоящие глубоко научные люди. Первый результат. А второй тот, о котором сказали вы. Очень многие исследования спонсируются компаниями. И если получается результат не тот, который ожидал этот исследовательский коллектив, то спонсор просто не дает возможности опубликовать. И это приводит к тому, что информация от нас скрыта. Вот именно поэтому сейчас нарастает активность движения за доказательную медицину. И я думаю, что нам нужно обязательно показать сейчас на слайде ссылку в интернете этого движения, которые пытаются публиковать все, все, что есть. И позитивные, и негативные результаты клинических исследований. И в целом, вот если мы будем теперь говорить о влиянии доказательной медицины на современное здравоохранение, мы понимаем, что благодаря внедрению в клиническую практику мы избежим гипердиагностики, полипрагмазии, мы сможем более эффективно расходовать те средства, которые... Ну, чего греха таить? Нам хотелось бы, чтобы на здравоохранение выделялось больше средств. И если мы будем их распылять на методы менее эффективные, мы совсем не оставим возможности... Да, более дорогие, но более эффективные. Если просчитать, то эффективность КПД будет намного выше, если мы даже малую часть средств будем направлять по показаниям. Ну, конечно, все должно развиваться. Не надо вкладывать деньги в прошлый век. Конечно. Ну и, наконец, последнее очень важное, что если мы будем основываться на этих методах, на методах доказательной медицины, тем самым мы избежим повторения ошибок, мы не будем наступать на грабли. Уже что-то было нам понятно, и поэтому этапы проведения клинических исследований должны быть отработаны, как правило, дорожного движения. Каждая новая исследовательская группа не должна изобретать велосипед, а взять за сном. Четко понятно, что нужно делать. Да. И я предлагаю с вами вместе обсудить, как раз вот теперь уже, как происходит разработка протокола и как проводятся клинические исследования, клинические испытания, для того, чтобы они полностью соответствовали принципам доказательной медицины. Давайте займемся этим вместе с нашими коллегами во время следующей встречи. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы продолжаем мероприятия наши, учебные мероприятия, которые проводим уже традиционно, приглашаем ведущих специалистов, занимающихся различными аспектами оказания медицинской помощи детям. И сегодня в нашей студии заведующий кафедрой неврологии детского возраста, доктор медицинских наук, профессор Валерий Петрович Жизыков. Добрый день, Алина. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы откликнулись на наше предложение. Сегодня мы постараемся осветить очень интересную тему. И предвосхищая такая небольшая преамбула по оценке порядков оказания медицинской помощи, правильности оказания медицинской помощи, по тому, что мы делаем, мы будем оцениваться на основании, выполняем или нет клинические рекомендации. А клинические рекомендации основаны на... Ничего другого не придумано, как основываться только на тех фактах, которые получены в условиях так называемой доказательной медицины. Безусловно, Андрей Леонидович, мы как раз осмотрели темы, какие можно взять, какие уже проработаны. Ведь последние рекомендации Минздрава о написании клинических рекомендаций, это как бы основное, чем будет врач пользоваться, построены по принципам доказательной медицины. И надо сказать, что это, наконец, направление, которое будет пронизывать и педиатрию, и детскую неврологию, все детские специальности. И когда мы вот стали смотреть и литературу, мы стали больше и больше понимать, что нам нужны, наверное, даже вот небольшие, даже почему небольшие семинары по нескольку дней, по два-три дня, чтобы врачи входили в курс и понимание, зачем нужна эта доказательная медицина. И хочется сказать, что два слова истории, это как бы впервые с эпидемиологии все это началось, подготовка статистики, обзоров, распространенность заболеваний, и потом стали уже оценивать эффективность вмешательств. И здесь появилась замечательная логика, которая, я бы сказал, и начинает помогать врачам в практической деятельности. То есть не просто эффективность наших вмешательств, лекарства, массажа, физиотерапии, то есть можно оценивать с учетом доказательной медицины, любое вмешательство. И что интересно, вот в доказательной медицине есть не просто эффективность, А есть понятие эффект. То есть это может быть эффект лечебный, то есть положительный, а может быть эффект и отрицательный, и побочный. И задача математических системных обзоров, мета-анализов, где сравнивается несколько исследований и приводится к единому знаменателю. В разных центрах сделано, а берутся общие показатели и начинается сравнение по определенную форму. И вот эти мета-анализы в виде системных обзоров, понятие системный обзор, это тоже интересно, это же все из понятий доказательной медицины, где четко поставлена цель, четко очерчена нозологическая группа. И самое интересное, вот когда вот это идет к кирпичику, а четкая нозология, это опять же критерии МКБ или возовские критерии международные. И как мы хотим, не хотим, мы становимся на международный уровень. Валерий Петрович, безусловно, должна быть единая оценка, должны быть единые инструменты, должны быть единые взгляды на проведение различных клинических исследований, принципы интерпретации полученных результатов, все это так. Но не кажется ли вам, что вот в ряде случаев мы сталкиваемся с ситуацией, которая очень напоминает нам до основания, а затем, может быть, не стоит так по-революционному отвергать все то, что было накоплено, и гений парадокса вдруг, и опыт вдруг ошибок трудных. Все-таки опыт-то никуда не денется, что мы должны полностью забыть этот личный, субъективный опыт клинициста и опираться только на результатах доказательной медицины? Да, я вдруг вспомнил, дальше есть у Пушкина и случаи, бога лик, то есть случаи, это тоже какой-то бывает интересный и парадоксальный эффект, или наоборот отрицательный. Безусловно, опыт, который наработала наша медицина, как педиатрия, детская неврология, он остается. Но задача теперь, опыт пропустить через эту систему и увидеть, что работает и что не работает. Вот эти уровни доказательств я хочу коснуться, почему они нужны в практике, чтобы врач не выдумывал и не говорит, а давайте это попробуем, давайте это попробуем. Мне же рассказывают родители, мы уже пробуем полгода, и чтобы вот не ходить вот так по кругу, по аптеке, уже создана система, это уровни доказательств. И врач, когда откроет клинические рекомендации, он должен искать, а какой метод лечения имеет уровень доказательности А. Ну тогда, если можно, чуть подробнее, поскольку это единые, унифицированные уровни доказательности, то, что вы сейчас вот начинаете обсуждать. И это будет важно не только для невролога, для педиатра, для нанотолога, для врачей любой специальности, поскольку есть определенные принципы, в том числе и принципы получения данных о проведенных метаанализах, клинических исследованиях, насколько это можно было бы внедрить в практику, с каким уровнем получения отрицательного или положительного эффекта. В том-то и дело, что, говорят, в Англии, например, самые читаемые книги у врача, я вот так вот задаю в аудитории вопрос, ну вот все понимают, что, говорят, фармакологический справочник, да, а, говорю, а вторая? Одни мне говорят Библия, другие говорят свод законов, но вот и забывают, что самая читаемая книга у врачей в Англии, это книга доказательной медицины по всем нозологиям, по всем специальностям, у врача по своей специальности она лежит. Мало того, Англия дала бесплатный доступ всем врачам в интернетовский портал. Какое-то время он был бесплатный даже для российских, а сейчас как бы это закрыли. То есть вопрос, если ты назначаешь какой-то препарат, ты должен знать его уровень доказательности. Или он вообще отсутствует, или он есть. И уже, понимаете, доказательная медицина начинает как конь уже вести врача. То есть получается, что воз же не в руках специалиста, а в руках того самого вала, коня, который тянет за собой... Уровень доказательности. Уровень доказательности. Да, потому что, понимаешь, сколько... Вы второй раз возвращаетесь к этому. Уровень доказательности А. Может быть, тогда конспективно. Два слова. Основные слова. По всем уровням. Самый высокий. И как бы врач должен во всех статьях, клинических рекомендаций смотреть, какой уровень доказательности. Это так называемое мультицентровое исследование, которое построено на строгое рандомизации. И предусматривает в этой рандомизации именно плацебо-контроль. Он может быть двойной плацебо. Одно большое исследование сделано. Это супер. Всегда говорю, это самое одно из лучших. А есть мультицентры рандомизированные. То есть просто группа сравнения. Но огромная когорта. Тысяча, две тысячи, десять тысяч. Вот на такие исследования надо ориентироваться. Уровень Б. Это может быть в одном центре, но тоже с плацебо выполненным. Тоже слепая организация происходит. А вот третье, это уже просто сравнительное исследование до и после. Случай-контроль. Ну, так может быть, что чисто по этическим соображениям группу плацебо не наберешь. И такие у нас тоже есть исследования. Поэтому есть С. Это один из таких низких уровней, но все-таки хоть какой-то уровень. Есть уровень еще Д. Вероятно, возможно, эффективно. И есть уровень, вот и в эпилепсии еще выбрали F, когда противопоказан препарат, потому что ясно, что там он усиливает приступы. Вот для эпилептологии выбрали еще уровень F. Вот что вот так вот. Очень важно, если врачи будут смотреть уровни доказательств после эпилепсии. Если вот сейчас мы выстраиваем эту лестницу, пирамиду эту, то вершина – это А, Эй, уровень А, когда любые субъективные факторы минимизированы. Вот это вот самое хорошее слово вы сказали. Если мы ниже, 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 ниже опускаемся до земли, тем больше субъективизма. Вплоть до того, что личное мнение эксперта, личное мнение врача. Да, это тоже C и D уровень экспертов. Они встречаются и могут быть голосованием, на какой препарат вы больше используете. Вот так это делается. Поэтому для практики вот врач все современные для своей деятельности, он должен вот иметь уже такую психологию поведения, что да, я назначу, а у него должно быть где-то сработать. А какой уровень доказательности? Все же ждут золотой таблетки. Если врач понимает эффект от препарата, что не будет 100%, он ориентирует родителей. А ориентирует родителей, она начинает понимать, что золотая таблетка отсутствует, мы ждем только уменьшения. Потому что ожидаемость результата – это тоже доказательная медицина, между прочим. Валерий Петрович, ну вот если теперь мы опять вернемся к этим уровням доказательности. Что это дает, да? На сегодняшний день неврология в разрезе педиатрической, детской неврологии. Какие есть положительные примеры, когда можно было бы сказать, что клинические рекомендации, разработанные на основе доказательств, полученных с помощью вот этих исследований, позволили нам действительно, согласовав с экспертами, предложить такой-то метод диагностики, такой-то метод лечения. Вот есть ли сейчас уже выстроенные клинические рекомендации по нозологиям, неврологии детского возраста на основе доказательной медицины? Есть такие рекомендации. Одни из первых написаны были по эпилепсии, потому что у нас есть коллективы в Москве, в Санкт-Петербурге, в ряде других городов. Писали больше Московская и Питерская группа. Там использовались назначения препаратов по доказательной медицине. Причем я хочу сказать, это последние 7 лет только, они появились только по детству. Мы вот преподаем, об этом говорим. И вот почему, опять же, доказательная медицина, она помогает взглянуть вперед. Что оказалось на сегодняшний день? Уровень доказательности А имеет нафокальные приступы только один на то лекарство – трилептан. Все сразу на порядок, ицеиды для генерализованных эпилепсий. Вообще нет уровня доказательности по детям. По-моему, по взрослым тоже нет. А какая генерализована эпилепсия? Детской доброкачественной абсансы, два препарата, суксилеп и вольпраат, имеют уровень А доказательности. Все остальное ниже Б. Следовательно, если мы выстраиваем клинические рекомендации на основе фактов доказательной медицины, то препаратами выбора, учитывая это, будут два эти препарата при этой нозологической форме. Правильно? Да. То есть это тем самым еще раз… Ожидаемый эффект. Подчеркиваем очень важную мысль, которую вы высказали. Это отсекает необходимость проходить весь тот путь врача, который был пройден до него. Вот совершенно верно. То есть в этом… Не нужно изобретать велосипед. Да, доказательная медицина – это как слепок уже колоссального международного опыта. И не надо выдумывать велосипед. Как говорят, а я люблю этот препарат. Я слышу разговоры. А я люблю этот. Говорит, а как вы относитесь, например, меня там спрашивают, к тенотену? Я всегда отвечаю. Так же, как он ко мне. Но как можно вот кому-то так относиться к препаратам? Да, вообще лекарственные препараты нельзя любить, безусловно. Да, уровень доказательности. Любить надо женщин, ну если мы говорим о традиционном взгляде на эти отношения, да, женщинам, мужчинам, ну и так далее. Препарат мы должны назначать по показаниям, знать его противопоказаниям. И уровень доказательности. Ожидать его клиническую эффективность, знать и ожидать предсказуемые побочные эффекты, нежелательные явления. А выстраивать в ряд алгоритмов выбора, я люблю, я привык, у меня личный опыт, нельзя. На современном этапе стараться к доказательной медицине. Но есть разделы эпилептических синдромов, где уровни доказательств просто еще не разрабатывались. Это тяжелейшие эпилепсии раннего возраста, эпилептические энцефалопатии, где просто эффекта мы не видим и весь мир не видит. И когда мы говорим родителям, что на сегодня нет уровня доказательств ни А, ни Б, ни С, только для инфатильных спазмов, там, например, АКТГ приближается к уровню Б, и все, АКТГ. А сами антиконвульсанты, формулы, не помогают. И когда врач это знает, он может легче общаться. Вот эта дипломатия общения с родителем, она дается на слово знание. Мы затрагиваем вопрос о диэнтологии очень серьезной. И с первых контактов с родителем, это же катастрофа, ребенок болеет 3 месяца, а вот эпилептическая энцефалопатия раннего возраста. А он скатывается на уровне даже до периода рождения, никаких навыков у него нет. Это катастрофа для мамы. И когда врач понимает, что никаких уровней доказательств генетической эпилептической энцефалопатии не существует, ему проще разговаривать. Такие же проблемы она столкнется в Германии, в Израиле, в Америке. Потому что первый вопрос, куда нам ехать. Я говорю, никуда ехать не надо, у нас международные подходы. Вот, как говорится, я говорю, медицины без границ, какие бы там ни были события, перипетии, мы работаем по международным европейским рекомендациям. Вы сказали, что сегодня еще есть, да. Но написали по некоторым нозологическим формам. Конечно, вот то, что Минздрав сегодня нам показал, как писать клинические рекомендации, это в принципе аналог то, что делается за рубежом. Это системный обзор по проблеме. Это диагностика тоже имеет уровня доказательности. Конечно. То есть до сих пор у нас используется одномерное эхо и рек. То, что я говорил, вспоминал совещание ВОЗ, это в историю медицины надо отнести. Потому что уровня доказательств никакого. Но до сих пор даже в Москве делается. Расчистить. Уже время идет вперед. А мы везем вот этот багаж, извините, вот этих архаичных подходов. То есть и даже в диагностике уровня доказательств. Даже, например, при инсульте. Вот мы говорили геморрагические ишемические. Геморрагический ребенок входит в кому. Гипертермией надо бороться. Эвакуация и санация бронхиального дерева. Уровень доказательности А. Очистительные клизмы каждые сутки. Чтобы не было компрессии венозного, руза нижнеполой вены. Чтобы не было основы для тромбоза. А при геморрагиях это всегда есть риск различных тромбом болей. То есть вот даже методы ведения пациента имеют уровень доказательств. И требованиями здраво. Они интересно запросили. Вот вы это все пишете, уровень доказательств. А теперь вы должны сказать критерии оказания медицинской помощи. Следовал врач. Для чего это делается? Они будут анализировать историю болезни. А следовал ли врач уровнем доказательств современной медицины на сегодняшний день? Как он лечил? Валерий Петрович, мы как раз и завершая эту тему, подходим к очень важному вопросу. Что клинические рекомендации создаются не для того, чтобы просто представить обзор, что уже сделано и какие перспективы. А для того, чтобы проводить объективную, унифицированную оценку оказания медицинской помощи. Чтобы у всех практикующих в этой специальности врачей был один взгляд. Совершенно верно. Единый подход. Вот это преемственность, да. Конечно, конечно. Безусловно. И куда бы он ни попал, ему окажут помощь именно, если не всю диагностическую, но, по крайней мере, лечебную в полном объеме. Валерий Петрович, а Вы позволите в завершении такой провокационный вопрос задать, и Вы поймете, почему я вначале спрашиваю разрешение это сделать. На циклах, на Ваших, вот когда Вы начинаете обсуждать доказательную медицину, Вы с этого начинали, какие книги читают врачи? Часто ли Вы встречаетесь с тем, что, а, врачи хорошо информированы в этом, б, что они полностью поддерживают эту идею, и, В, что негативизм в отношении перехода на эти рельсы, на объективные рельсы, минимальный в нашей среде, в нашей профессиональной среде? Ну, в общем-то, вопрос правильный. И, скажу откровенно, глаза не загораются. Есть даже такой элемент отчуждения. У меня есть свой опыт, зачем мне это, новая информация, системный обзор, РКИ, рандомизированный контроллер, зачем мне это нужно? Но когда он эти сети раздвинет и увидит, что мне нужно по препарату уровень доказательности, что я ему быстрее помогу, у меня путь до эффекта положительно будет сокращен в 4-5 раз. Когда он это понимает, столкнувшись, один, два раза, вот это, как говорят, сцепка, все, я только так буду работать. Есть понятие системной ошибки, доказательная медицина еще ввела. Это своя психология, то есть философия. Что такое системная ошибка? Одна из них самых частых – публикации. Идут токона, эффект положительный. Вы заметьте, мы открываем... В большинстве случаев, подавляюще большинстве случаев. Все, все, все публикации. Я не видел ни одной публикации негативное влияние какого-то препарата. Я ни разу не видел. Клинические фармакологи в своих переднических изданиях все-таки касаются этих вопросов. Насколько читают, да? Если речь идет о серьезных рецензируемых журналах, которые блюдут свою репутацию... Я окунусь, посмотрю. Я хочу, чтобы наши клинические... Ну, хорошо, мне практически не попадалось. Это очень большая редкость. Есть ряд статей по агровации эпилептических приступов. Да, потому что теоретически любой антиэпилептический препарат может дать агровацию. И врач тоже должен знать. Поэтому, когда появляются приступы на фоне определенной терапии, и врач, и ребенок попадает в стационар, врач должен спросить, а менялась ли вам терапия, а далее подключили ли новый препарат. То есть вот эти знания фармакологических эффектов, эффект не только положить, но может быть побочный, это же клиническое мышление. И вот эта доказательная медицина, я говорю, эта система показывает, одни пишут 80% ремиссии, а в жизни этого нет. Потому что по доказательной медицине большинство того, вероятно, возможно, и понимаешь, что ремиссии не будет 80%. В рекламных некоторых инструкциях так замечательно пишется, а в жизни этого нет. Значит, есть маркетинг, где-то пишут увеличивать процент. Значит, в каких-то отдельных исследованиях провели на определенной группе больных без широкой когорты, без катамноза. И опять же, вот доказательная медицина признаются высокодостоверными длительные год, два, пять. Вот сейчас у взрослых там лечение, профилактика, инсульты, пять лет, десять лет. И вопрос доказательной медицины, конечно, вот этот принцип GCP, все его помнят, good clinical, практик. А что это такое? Вот, наконец, оно развивается, развивается и развивается. Теперь клинические рекомендации без уровня доказательств не принимают медздравы. Это колоссальный труд. Колоссальный труд. Системный обзор пишется, как обзор докторской диссертации, потому что за последние пять лет надо взять все. И по диагностике, и по лечению. Это вообще монография, клинические рекомендации. Например, я смотрел рекомендации по двигательным расстройствам у детей. Пишут 17 человек. Там 320 страниц плюс шкалы оценки. То есть это целая монография. Но зато это вот не просто монография, а в каком-то научном исследовании ориентирована, ориентирована на лечебный эффект, на помощь больному. Вот отличие монографии от клинических рекомендаций. И все четко построено по системе доказательности. И вот к вопросу там врач тоже стоит. Уровень доказательства исследования и уровень доказательств рекомендаций. В чем разница? Вот уровень рекомендаций как раз основывается на уровне исследования и доказательности А. И пишут римскую. Врачи иногда спрашивают, а почему уровень 1 есть А и Б? Но вот уровень А значит мультицентровые доказательности, а уровень Б значит вот это было моноцентровое, но плацебо-контролируемое. Чуть ниже. Но все равно первый уровень это очень высокий. Валерий Петрович, спасибо большое за сегодняшнюю встречу, за этот разговор. Вам спасибо. Всего доброго. Уважаемые коллеги, добрый день. Продолжаем наши беседы о детской неврологии. И большинство ваших пожеланий было очертить круг вопросов по нейроэбилитации. Какая есть доказательная база на сегодня. Мы провели ряд обзоров. И то, что мы увидели концепцию кафедры по нейроэбилитации, я вам сегодня доложу. В свое время была программа «Дети России», которая была под кураторством Бориса Николаевича Ельцина. И наша кафедра между санкт-петербургскими коллегами, педагогами, психологами, была кооперация. И мы разрабатывали концепцию реабилитации детей с поражением нервной системы. А термин нейроэбилитации активно использовался академиком Шкловским, автором и, в общем-то, концепции нейроэбилитации. Постоянной, непрерывной. И, надо сказать, плод его деятельности – это центр патологии речи, центр нейроэбилитации рядом с метро «Таганское», где я бывал неоднократно, беседовал с академиком Шкловским. И он неоднократно говорил, что концепция нейроэбилитации еще до конца, конечно, не вошла в нашу жизнь. И его, конечно, видение было следующее, что, конечно, по всей стране, в больших городах должны быть такие центры нейроэбилитации патологии речи, как для взрослых и также и для детей. И, надо сказать, есть детский отдел в центре патологии речи. Он меньше, конечно, чем взрослый, тем не менее, этот центр есть, работает и довольно плодотворно. Итак, если мы говорим о нейроэбилитации, должно быть три блока. Чем занимаются врачи? Конечно, медицинской. Но такие же, вы видите, равнозначные по объему, качеству, длительности – это психологическая, педагогическая и социальная. Потому что, когда реабилитационный потенциал нулевой, вступают ведущие – это социальные и психологические блоки, разделы работы. Потому что работа и с родителями, и педагогическая уже, если не ребенка обучать, а также обучаются и родители. И самое важное становится в таких ситуациях социальных. И сегодня, конечно, нейроэбилитация – это раздел уже неврологии, который должен включать и специфические методики осмотра, позволяющие оценивать лечебные мероприятия и развитие ребенка. Если в основе неврологии топическая диагностика, то здесь как бы уже диагноз стоит и ясно повреждение, надо отслеживать эффективность проводимых мероприятий или самостоятельное развитие ребенка. Что делает реабилитолог? Конечно, отбор больных под перспективные и трудоемкие методы, если реабилитационный потенциал нулевой, только поддержка вплоть до таких вот центров, где ухаживают за пациентами, а не реабилитируют, типа хосписа. Когда начинать? Методы оценки и даты осмотра, выбор методов, доза воздействия, длительность и доказательная база. Когда мы разрабатывали концепцию реабилитационного потенциала, мы стали понимать, что, конечно, нужно выделять низкий или нулевой потенциал и все-таки высокий и средний. Определение цели реабилитации – это концепция номер один. Сегодня работа руки первые 2-3 месяца, например, потом ребенок вырабатывается другой навык, потом комбинация этих навыков. Это все должно оцениваться, как идут этапы реабилитации. Раннее вмешательство и непрерывность – есть общий такой тезис, но на самом деле доказательной базы под него еще не подведено. Только сейчас идут исследования. Кому-то проводится вмешательство первые 3 с 3 месяцев, а кому-то и с 12. Потому что общий подход есть – раннее вмешательство, а доказательности под это направление не проведено. Но есть концепция, например, неоднократно это звучит на конгрессах. Хочется вспомнить и последний конгресс, который я был в своих статьях. Греческий специалист Папа Вейселон говорит, что да, мы начинаем с 2-3 месяцев и по 3 инструктора на одного больного. Представляете, какая трудоемкость. А дети старшего возраста, где нужно и речь формировать, навыки самообслуживания, это уже по 5 инструкторов и 4-5 сеансов в день. Хотя бы даже если это по часу, уже до 5 часов. Отбор больных и реабилитационный потенциал. Здесь вот журнал я показываю, 13-го года детская и подростковая реабилитация, где мы опубликовали подходы по реабилитационному потенциалу. Это вот общий такой тезис, что совокупность как утраченных, так и сохраненных функций, которые диагностированы при помощи клинических и дополнительных методов исследования. Если классическая неврология, что повреждено, мы ищем, а в реабилитационном неврологии, в ней реабилитации, мы оцениваем, что осталось и как это будет компенсировать те участки, поврежденные нервной системой. Ну вот потенциал высокий, средний или низкий. И становится понятным, что если мозг полностью отсутствует или одно полушарие, то потенциал низкий. Или если билатеральное повреждение, мультицистная энцефалопатия, где не сформированы ни пути, ни корковый центр, ребенок развиваться не будет. А здесь вот даже специалисты, даже педиатр скажет, да, мозг сохранен, но вот мы видим какая-то расщелина, так называемая шизонцефалия. Да, формируется левосторонний гемипарез, потому что перекрыт пирамидный тракт, но другая-то часть мозга работает. Причем это правый полушарий, у ребенка сохранена речь. И проявлялось это только в задержке развития, потом он ее полностью сформировал. То есть надо оценить ребенка как реабилитационный потенциал у него высокий, даже где-то средне-высокий. Ему надо активно заниматься. Мы предложили в свое время это в баллах, трудоемкая методика. Тем не менее, мы вышли потом на современные шкалы GMFC, GMF, Gross Motor Function. Это международно принятые шкалы для оценки двигательных навыков ребенка. И поэтому, да, революционный потенциал как отбор больных, но для динамики лучше оценивать в баллах. Вот предлагали свое время из Мюнхенского госпиталя. Как часто оценивать, вот мы говорим, курс месяц в стационаре, два дома. И вот пришли к выводу вот это веха оценки каждые три месяца. Что позволило даже увидеть, что может быть первые полгода при активной терапии эффект, а потом будет стагнация. Это закономерность. Значит, компенсаторные функции на сегодняшний день мозга исчерпаны. Это надо воспринимать как должное и объяснять родителям, почему на последние шесть месяцев все стоит на месте. То есть, больная оценка позволяет проводить оценку в динамике, понимать эволюцию, даже эффекта от реабилитации. Тем не менее, лечения продолжают для поддержания успеха. А вот сколько воздействовать? Это тоже замечательные исследования были проведены. Воздействовали терапией движением, кинезотерапией при пораженных конечностях справа или слева. Воспроизводили движение и в одной конечности, и в другой. И что оказалось? По шесть часов не меньше надо работать с пациентом. Ну, вспомним первый слайд. По одному, по пять специалистов по часу в день тоже те пять часов и получается. Как еще оцениваются самые современные методы функциональной МРТ? Двигательные проба. Ребенок пошел про трэдмилу. И мы видим до пробы слева желтенький очаг. Это центр ног в мозге. А после того, как прошел трэдмил, мы видим, даже до красного спектра дошло. Это максимум кровотока и максимум метаболизма. И даже появились новые очаги в мозге. Видно невооруженным взглядом. И даже в мозжечке и в стволе. Вот это, говорю, тезис. Походи, подумай, как активизируется мозг без каких-либо сосудистых лекарств. Да, значит, этому пациенту метод полезен. Этот режим полезен. Вот 12 сессий по полчаса ходить на беговой дорожке при наличии спастической диплегии. Что дают системные обзоры? Ну, во-первых, это доказательность методов. Очень много методов. Вот мы видим тут и коммуникационные методы. Логопедические у больных с церебральным параличом. Физическая трудотерапия, купешин-терапия, акупунктура, даже дельфинотерапия, ипотерапия. Все это описывается. Игнорирование, пользование здоровой конечностю. Применение ортезов. Войтотерапия. Массаж. И что оказалось, что уровень одоказательности на сегодняшний день только при ботулинотерапии. Причем, как это скажется на последующем развитии ребенка, через год, через два, уровень рекомендации он нау неизвестный. А первые там три месяца хорошая уходит спастика. Также и по медикаментам мы видим дезепам реланиум, дезепам короткого действия, уровень B доказательности. А что будет в последующем, также неизвестно. И баклофен, да, какой-то может снимать, кому-то может не снимать спастику. То есть доказательности четкой нет, но мы как бы все равно его применяем. Лучшие данные вышли на сердолуде, но сердолуд с 18 лет для детской практики как бы закрыт. Также вот использование при фармакотерапии, при гиперкинезах, мультицентровое исследование проходило. Оказалось, что да, тетрабинозин, как нейролептик, который вот у нас должен быть зарегистрирован, тоже может помочь при гиперкинезах. Но уровень доказательств пока не определили. Электростимуляция бледного шара при дистониях вторичных при церебральном параличе. Ну вот то, что оказалось на сегодня, да, первичные дистонии без структурного повреждения. Эффект значительно лучше, но при церебральном параличе до конца эффект не определен. При использовании логопедической помощи о 20-20% речи отсутствует, особенно при двойной гемиплегии. Что мы вам скажем, для нас тоже было и открытие. Много методов самых разных индивидуальных методик у логопедов. И когда попытались их обсчитать, это же педагоги в основе своей деятельности, что где-то удалось отобрать 11 исследований. И то там небольшое количество пациентов. И общий вывод, как оказалось, вроде бы и работ много. АПИС один, два больных, четыре, пять. И оказалось, что дополнительные нужные исследования, чтобы решить эффективность применения логопедической помощи у больных с церебральным параличом. Потому что четких доказательств нет. Использование различных трудотерапевтических подходов, окупешн-терапия, обучение самообслуживания. Да, без этого ни один революционный центр не обходится. Обязательно обучать трудовым навыкам и самообслуживанию. Оказалось, что большое количество исследований низкого методического качества и доказательности отсутствует. Я не говорю даже про АПИС, даже ЦИА нет. Игнорирование конечностей во многих центрах используется. Игнорирование здоровой конечности. Мы видим паратичную руку, она свободна. В общем-то, здоровая рука, как бы мобилизованная. Арест конечности. Надо сказать, не все дети это нормально переносят. Многие плачут. Да, может быть, у больных с нормальным интеллектом, принявший инсульт, мы стали советовать. Более приемлемо. Ребенку, например, 3-4 года. А ребенка с низким интеллектом, он не понимает, зачем это сделали, зачем это ему нужно. Плачь, негативность. Ну, в общем-то, надо иметь огромное терпение, чтобы использовать эту терапию, работая с родителями и с ребенком. Но что оказалось по исследованиям низкого методического уровня и нужны дополнительные исследования. Надо сказать также и о массаже. Доказательности в лечении паразитов у больных при церебральном параличе и снижении мышечного тонуса на сегодняшний день также нет, коллеги. Поэтому непонятна вот эта страсть к массажу в поликлиниках, в амбулаторной практике. Это какая-то просто одержимая у всех идея, всем детям массаж. Гимнастика в руках матери поможет намного больше этот контакт с матерью, чем эти бесконечные массажи, коллеги, нашим здоровым детям. Ортезирование. Ни один лебедационный центр без ортезов не обходится и пациент. Что оказалось? Четких рекомендаций, когда, при какой патологии, как долго использовать, из каких материалов, как долго действительно он должен находиться на ребенке. Четких рекомендаций до сих пор тоже нет. То есть только эмпирический опыт. Используя акупунктуру и традиционную китайскую медицину, так говорю, до ковидную эпоху, практически каждый ребенок, которого мне приходилось видеть на консультациях, обязательно съездил в Китай. Я в свое время был даже в госпитале в Грозном. Там они приглашали тех специалистов из Китая. Причем там невролог отбирал определенные методы. Отобрали акупунктуру, процедуры типа электрофореза, массаж и ароматерапию. Вот четыре метода они отобрали. То есть много очень центров в Китае, коллеги, которые эти методы комбинируют, добавляют свои. И это все как бы китайская медицина. Вот этим огромным комплексом. Ну что было показано, что использование вместе с традиционными методами кинезотерапии довольно полезно. Довольно полезно. Но нужны необходимы дополнительные исследования, чтобы четко рекомендовать китайскую медицину раздельно. И как оценивать все-таки современные подходы? Это GMF-FC, GMF, что полезно использовать. И скажем так, что во всех реабилитационных центрах зарубежных диагноз церебрального пролеча и обязательно уровень передвижения. Там второй, третий. Для чего? Ребенок поступает, уже ясно, какое ему нужно оборудование, какой уход и какие предполагаемые методы реабилитации. Потому что даже под эти уровни уже разработаны подходы. От хирургических, ботулинотерапии, использования биофосфонатов, профилактика остеопороза, которыми страдают малоподвижные дети. Или же пишут пятый уровень, четко персонал и надо перевозить в кресле. Я хочу сказать большое спасибо моим сотрудникам, которые подготовили материал для этого доклада. И Комарова Ирина Борисовна, Анастасия Сергеевна и доктора нашего отделения. Спасибо за внимание. В резюме хочется сказать, вы увидели, что доказательность времени реабилитации из всех методов, которые я озвучил, кроме ботулинотерапии довольно низкая. И нейро-реабилитация как, в общем-то, новое направление, хотя мы знаем около 50-60 лет, оно в детской практике существует уже. Тем не менее, но вот таких вот подходов с уровнем доказательств, последний обзор Новак, можете посмотреть в литературе, системный обзор профессора Новак из Австралии, доступно в Пакмеде. Еще расскажу, что clinical evidence.com, сайт британский, доказательная медицина, неделя можно там смотреть бесплатно материалы. Потом, через два года, с этого сайта в бесплатный доступ появляются материалы в Пакмеде. Вот, 19-й год, Новак, у нас 21-й сейчас, но она в бесплатном доступе. Посмотрите, что оказывается на первом месте ботулинотерапия. И то, как до сих пор непонятно, как это скажется на дальнейшем психомоторном развитии. Но все равно делают, даже как профилактика подвывиха тазобедренного сустава у детей, когда они начинают передвигаться, убрать лишний патологический тонус. И это проводится. Разработаны методы ботулинотерапии уже конкретно точки для руки, чтобы улучшился объем движения. Но вот совсем другие методы, то есть новые методы, как ГБО, массаж, на сегодняшний день не доказательные. Лучше, как говорится, использовать только осторожно метод массажа. Особенно при гипотрофии, их мы все равно назначаем, как стимулирующее действие мышц спины. Но доказательной базы, например, на сегодняшний день нет. Что делать? Да, смотреть обзоры, участвовать в исследованиях. Например, войтотерапия в Германии. Там замечательная сеть для взрослых, для детей. Хотя метод войтотерапия ввел именно у детей грудного возраста. Сейчас перешло и на взрослые. Уже последние 20 лет в Германии. И пациенты, кто может, приезжает, уезжает. Есть госпиталя, где они там находятся. Активно распространились по всей Германии. Но вот опять же, посмотреть исследования. Уровня доказательности до сих пор нет. Никто не делает детям плацебо-воздействие. Считается неэтично. А как понять, насколько доказательен метод? Ну, считается до и после, да, посмотрели. Но этого мало. И ребенок и развивается. Ведь авторы-создатели канадской шкалы GMF, они посмотрели больных с церебральным параличом. Даже без реабилитации есть развитие. И всегда возникает вопрос. Это развитие ребенка или же это воздействие реабилитационного курса? Ах, вот вдруг ребенок сел. Да, мы вот три месяца были и в Китае, потом еще в каком-то и вот в каком-то центре. И вот он там вдруг присел. А смотришь шкалу развития, и без какой-либо реабилитации мозг все равно развивается, и дети присаживаются. Я почему сделал такую вот заключительную тираду? Есть круг методов, который как бы отработан, имеющий уровень доказательств определенный, чтобы мы могли хотя бы в беседах с родителями отвечать на вопросы. Вот мне предложили, например, транскраниальную микрополяризацию мозга у ребенка с микроцефалией и двойной гемиплегией, где риск судорог достигает 60%. Метод я еще не встретил ни одной статьи с уровнем хоть каких-либо доказательств. Эмпирический опыт. Улучшится развитие, уменьшится пореза, нам обещают. Ну, один из коммерческих центров какой-либо закупил это оборудование. Коллеги, надо просто сказать, нет доказательной базы от микрополяризации мозга. Вот когда проведут плацебо-контролированный больно-серебральным пролечом, двойной гемиплегией, спастической, вот будет статья. В ПАП-медиа я не видел, коллеги. И в журнале неврологии, и в психиатрии в нашем отечестве ни в каком другом. Но, может быть, сейчас она пишется, и мы увидим результаты. То есть знание доказательной базы позволяет оберечь родителей не только от лишних затрат, но и от непредвиденных результатов вмешательств. Спасибо за внимание.